всем здравствуйте руки и в эфире друзья всем привет с вами неугомонные просили дима меня уговорил снять обзор по поводу магазин он давно обещал это сделать уже да а можно мы сделаем ход конем и попадем в книгу рекордов гиннесов как самый короткий обзор по продуктам икея не в икее можно покупать только море другой рекорд мы прочитаем все этикетки ланда большинство прошло варил хорошо давай тогда начнем с вкусного а вкусный веке это кофе у них стопроцентная арабика она подготовленная его можно использовать в гейзерных кофеварках в обычных кофеварках молотая кофе есть кофе в зернах зерновой кофе 299 рублей сертификат у т.с. подтверждающий что это стопроцентные зерна арабики и кофе выращены именно определенным способом круто дальше смотри вот если взять да вот который у меня как кофе за 300 рублей 250 грамм здесь получается четвертая степень кисловатости плотности вкуса и обжарки вот дальше эспрессо в зернах это был тоже из пресса в зернах не шибко ты понимаешь но она отличается с степенью прожарки и вкусом вот здесь сильные ароматы высокая плотность а здесь нотки шоколада в долгом послевкусие если уж так докапываться но мы и киевский кофе не пьем мы пойдем колумбийской кофе зерновое поэтому это дима у нас отвечает а дальше смотрите кофе есть молотый вот что за сертификат у т.з. иди сюда это так его грубо называют кофе для ресторанов и магазинов икея произведен с заботой о природе и человеке сертифицирован по программе устойчивости развития это обеспечивает более экологичные сельскохозяйственные стандарты и лучшие условия для работников то есть вода условия труда более такие щадящие чем например обычно так эспрессо молотый 300 рублей 250 грамм дальше эспрессо молотый прессованный в пачке полкило 469 то есть полкило покупать выгоднее но сначала проще купить маленький чтобы определиться со вкусом здесь получается он отлично подходит для латте и капучино кофе с ярко выраженным ароматом и высокой плотностью очень классно из него делать айс латы у нас одна копейня в сарамске работать на икеевском кофе иногда заезжая копить а дальше вот это получается был нет это был коричневый фиолетовый зеленый просто перепутали пачка ну так смотри вот это она вот да бурдовый вот вот тут синий здесь получается а здесь мягкая пачка должна быть 250 грамм а вот здесь полукилограммовая вот она полукилограммовая для эспрессо капельной гейзерной кофеварки сладко горький вкус нотками шоколада после вкусе миндаля голубая пачка после вкусе фруктовая долгая легкая и кислинка вот у данного сорта потом вот такая фиолетовая пачка после вкусе сухофруктов и темного шоколада и красная пачка здесь обычный кофе здесь нет такой сложности то есть такой базовый кто вот любит без выпендрежу вам вот это шоколадный послевкусие легкой фруктовой кислинка сказал из уганды кофе я вообще про вкус это да так смотри что еще часто в икее появляется вообще вот левак нити от слова совсем давай посмотрим так это у нас овсяный напиток о овсяная основа вода питьевая безглютеновая овсяновая мука суреповое масло подсолнечное масло кальций в общем ребят на самом деле это по факту то же самое что наше не молоко смущает большое количество углеводов если мы берем какой-то овсяный напиток здесь должна быть только овсяная мука и вода больше ничего дал не должно быть то есть вот это не рекомендую здесь уже то не включает химика и просто тупо делаю раскладки плюс еще это и дорого вообще-то серия валю как у фига наделать в икее я не знаю дальше шоколадный напиток бариста овсяная основа вода питьевая безглютеновая овсяная мука все то же самое я не знаю за что отдавать 239 рублей если хотите какого-то экзотического и вам там нельзя обычное молоко купить тогда лучше кокосовое дим я тебе покажу ты вставишь который я рекомендую пол-литра примерно стоит районе 200 рублей очень густое хватает надолго пошли дальше а шоколадки файкаладки файкаладки 149 рублей 179 рублей за 100 грамм давай разбираться у хорошего шоколада на первом месте стоит какао-масса либо какао тертая но никак не шоколад и сейчас мы с тобой у нас 4 шоколадки мы посмотрим сахар 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 о какао масса вот у этого шоколада получается за 179 рублей плитка темного шоколада 60 процентного состав получше теперь читаем состав какао масса сахар какао порошок какао масло поджаренные молотые кофейные зерна эмульгатор соевый лицетин это нормально цельные сухое молоко натуральный ароматизатор ваниль вот за этот состав я согласна здесь получается будет меньше углеводов углеводов здесь 43 в отличие от других шоколадов других шоколадов углеводов по 58 и 51 сейчас давай посмотрим вот эти условно-фруктовые шоколадки здесь получается вы наколил только мы душ как раз вот это сидите вот этот да потому что на первом месте стоит какао здесь сахар стоит на первом месте плюс добавлен молочный жир то есть это уже получается шоколад более низкого качества и переплачивать за него не вижу смысла разница 30 рублей это если совсем коротко больше не надо овсяное печенье шоколадная глазурь батончик мюсли в шоколаде 240 грамм за 300 рублей как я правильно понял рекламный буклет про него до 240 грамм 300 рублей считайте сколько стоит килограмм не рекомендую от слова совсем давай сначала по белкам жирам и углеводам белка 5 5 углеводов а 60 теперь смотри состав сахар глюкозно-фруктозный сироп снова сахар который идет напрямую в печень в жир пальмовое масло потом начинается более-менее овсяная мука пшеничная мука масло какао сухое обезжиренное молоко так порошок лактозы тоже сахар мульти декстрим тоже сахар ребят лучшую кусок сахара съесть честно ну потому что ценник нифига не маленький я боюсь просто нас после этого обзора вы делаете пик нуга с миндалем и карамель в молочном шоколаде углеводов 53 состав сначала сахар потом миндаль опять глюкозно-фруктозный сироп масло какао жареный соленый арахис какао масса цельное сухое молоко сухой обезжиренный молоко пальмовое масло сливочное масло порошок лактоза лактоза помним тоже сахар молочный белок ароматизаторы агент антислеживающий чуть получше состав чуть-чуть но тоже вообще где глюкозно-фруктовный сироп ребят такие вещи лучше не брать такая сладость сразу идет напрямую в печень и откладывается в виде жира отсюда жировые гипотозы кстати эти же шоколадки получается можно купить поштучно да все то же самое так переходим к морсиком брусника облепишка черная смородина яблочко груша давай посмотрим морс из брусники сделал у нас во всеволжском районе деревня в арте мяге стоит за 200 миллилитров 69 рублей брусничные пюре брусничный сок прямого отжима концентрированный брусничный сок сахар регулятора числотости лимонка слушай более-менее углеводов 10 объемные доли сока и пюре 15 процентов такое стоит брать я как родитель могу ли надомить своего ребенка поделать и можешь морс из клюквы то же самое тоже можно можно да потому что кажется сейчас то что я перечисляю половину это будет во первых долг до черной смородина тоже можно сок яблочный вообще без сахара можно деткам кому нельзя сахар то есть это можно давать всем и сок грушевый тоже но только он не прямого отжима и сконцентрированного сырья то есть в банках поступает сублимат его разбавляют и распасовывают напиток безалкогольный грушевый напиток безалкогольный яблочный брусничный ну это замена скажем так шампусика грушевый сок яблочный сок ароматизаторы яблока груша лимонка регулятор кислотности сахарный сироп слушай более-менее для тех кто например не хочет алкогольную что-то булькающие надо взять можно углеводов всего 10 грамм на 100 на 100 миллилитров 42 калории то есть девочки если даже по бутылку по бутылки любите тоже конечно лишь к от фужерчик сильно попу не вырастет брусничный то же самое ну смотри-ка я несколько продуктов нашла который уже можно купить это я говорил только кофе с какой стол диетически представляешь так это у нас мясные фрикадельки стоит они теперь они называются хуводрол килограмм стоит 470 рублей говядина свинина лук репчатый сухари панировочные мука пшеничная сахара масса растительное масло дрожжи сало вода соль сухой яичный меланж декстроза кстати тоже сахар пряности слушай более-менее пропала шкура пропали всякие бяки соевый белок то есть вот волосы доктей да тоже пропали да то есть вот это можно перешли к желейку желейные конфетки не рекомендую вообще мармелад со вкусом крыжовника яблоко груши и желейные конфеты не содержит желатин на чем они у них давай читать сахар и глюкозный сироп и уже поняли тоже сахар инверторный сахарный сироп модифицированный пшеничный крахмал картофельный крахмал регулятор кислотности краситель кукурузный крахмал полностью гидрогенизированный рапсовое масло натуральный ароматизатор пальмовое масло агент вложек влага удерживающий ребята вы за счет чего желейную форму делали интересно но я вот ребенка не купила не ребенку не котенку не себе сахар глюкозный сироп вода короче по факту а сахар с лимонкой и с красителями и с роматизатор дальше переходим 70 процентный горький шоколад 139 рублей какао тертая сахар эмульгатор лицетин подсолнечника сухое молоко слушай можно путевая шоколадка 139 рублей 100 грамм но это горький шоколад дим скажу опять нельзя не люблю я горький не люблю дальше пошли сиропы черничный брусничный и гузина концентрированный черничный сок сахар вода регулятор кислотности ароматизатор черника слушай но если живьем не хлебать и разбавлять водой то еще более-менее я с этим продуктом согласна но опять понимаем да что у нас реально сахар везде чуть ли не в каждой табуретке и если это не контролировать это приходит будет консулин резистентности брусничный сироп сахар уже на первом месте соответственно черничный больше меньше вреда принесет и бузина тоже сахар на первом месте хотя бы старайтесь выбирать чтобы он не на первом месте был поменьше вредности как это одинаковые то есть грубо это первое а это вот не стоит а дальше переходим к креветке о руки теперь есть креветки креветки очищенные 499 рублей но креветки я думаю не стоит рассматривать они там ничего особенного не должно есть чищенные есть нечищенные да просто креветка северная вот я рыбу посмотрел а глазури глазури то есть сама креветка выполнен честно лучшего вкусу велико давай рыбку смотреть во первых рыба замороженная да она замороженная до этикетка покажи лосось соль сахар белый перец слушай можно нет консервантов уже хорошо потому что рыба с консервантами не должна быть лосось атлантический укроп семга лосось атлантический семга тут тетку перепутали укроп соль город дмитров улица внуковская ну вообще по факту получается для икеи ну как и для многих брендов такие мультики производят кто может хлебцы ржаные это не да вот это хлебец 480 грамм цельноизиновая ржаная мука вода соль дрожжи идеально было бы если бы не было дрожжей дальше вот такие ржаные хлебцы 250 грамм 169 рублей цельноизерновая ржаная мука вода дрожжи соли эмульгатор если добавляется эмульгатор значит структура не стойкая и сама цельноизерновая основа более низкого качества поэтому добавляет эмульгатор то есть вот это не рекомендую дальше сухарики темный крипс дар кри 149 рублей 215 грамм произведено в финляндии мука ржаная цельно смолотая ржаные отруби солт ржаной ячменной дрожжи сахарный сироп солидированные изготовлены на закваске но при этом есть дрожжи то что если есть дро если есть закваска дрожжи в принципе не нужны тут уже решать вам и еще за 149 рублей сухарики ржаные так называются ржаная мука ржаные отруби дрожжи солидированные изготовлены тоже на закваске вот для меня например диссонанс дальше перешли к полке с вареньем самый дорогой это морошковый обалдеть 799 рублей морошка стал стоить сахар морошки 45 процентов один жилирующий регулятор кислотности черника 350 рублей сахар черник 45 процент все остальное по классике так джем апельсин и бузина сахар установлен апельсиновый сок апельсиновая кортка экстракт бузины жилирующий один лимонная кислота джем клубника еще клубничный джем но по факту действовать то вот он вообще там вот так должен быть мы за мной поправим джем из малины и черники 329 рублей сахар малины 34 процента черника 11 процентов то есть 45 процентов все-таки держится состав живого фрукта остальной добавки клубника 55 процентов то есть резюмирую в бруснике в клубнике на первом месте ягоды стоят во всех остальных на пирамиде стоит сахар можно кушать я бы не стала ой пойдем булочка для хот-дога замороженной 129 рублей изготовители москва тра-та-та мука пшеничная хлебопекарная вода эмульгаторы заменители растительные масла не надо это кушать чем это опасно чем это опасно у нас так принципе питание перенасыщена не полезно значит просто я сейчас говорю про полезные вещи и при этом сама еще имею избыточный вес на фоне инсулино-резистентности вот кстати вот это вот питание мы раньше с димой ели все еще не прибита дадим вот такое вот питание набегу на ходу дешевыми продуктами то что дешевых такими хреновыми составами привело к инсулин резистентности то есть это еще не сахарный диабет но когда идет уже перекос по глюкозе и ты соблюдаешь питание ты пьешь бады ты пьешь нутриенты ты сбросил уже 20 килограмм от оставшихся 10 ты никак не можешь избавиться они стоят мертвым мертвяком и если чуть нарушение в по питанию как дрожжевой пирожок дух поэтому не хотите если проблем не испытывайте с метаболизмом с фигурой не пихайте в себя чего не по пути если испытываете тем более не пихайте в себя чего не по пути то есть без этого можно обойтись можно найти нормальный цельнозерновой хлеб без гадости сосисоны мясо куриное мясо кур вода мясо цыпленка бролера кожа куриная причем 20 процентов но вода посол нитритно-посолнечная смесь это стандарт сейчас кстати 18 века используется посолочная нитритная смесь соль фиксатора краткий нитрит натрия крахмал картофельный пряность мускатный орех мускатный цвет перец белок животный непонятно какой три вида загустители ароматизаторы декстроза опять же сахар глюкозный сироп стабилизаторы красители ребят нет просто нет 99 рублей 225 грамм нет как говорил нас педагог по пищевой химии дайте 1 химика килограмм колбасы к и килограмм мяса вам сделать тонну колбасы ну по чипсу не так понятно что я на самом деле чипсы есть путевые чипсы с черным перцем картофель подсолнечное масло смесь специй опять сухой глюкозный сироп декстроза вот зачем здесь сахар казалось бы да регуляторы кислотности аж три вида ну и дальше ароматизатор смесь специи углеводов 60 калорий как в лыси как в лыси калорий картофельные чипсы со вкусом сметаны и лука картофель подсолнечное масло смесь специи мульти декстрин луковый порошок соль сахар регулятор кислотности черный перец сушеная петрушка дрожжевой экстракт натуральный ароматизатор здесь углеводов уже 61 и калорий 523 еще больше нет на 100 грамм я за 100 грамм говорю не запачкаться еще одни чипсы картофельные солью вот эти можно картофель подсолнечное масло соль да это жирно это дофига углеводов углеводов он тем не менее углеводов 56 и 63 это меньше калорий здесь 500 здесь по крайней мере просто жопу вырасти из трех выбираем из трех вот это если вот готовые киевские сливочные соусы картофельный крахмал растительное пальмовое масло ароматизатор соль яблочный порошок экстракт дрожжей карамельный сироп глюкозный сироп сахар мальтодекстрина смесь крахмала и сахара молочный белок стабилизаторы специи экстракт папу в реки стабилизатор эмульгатор ребят на хрена вот дима как повар скажет что балангеза можно сварить из муки масло и специи можно но долго а это размешал и до кетчуп томатная паста вода сахар уксус модифицированный картофельный крахмал консервант антиокислитель специи вот антиокислитель принципе в кетчупе быть не должно он сам по себе не бродит за счет кислой среды томатной если все правильно сварено ну здесь решать вам мы его уже давно не покупают горчица вода питьевая семена горчица сахар спиртовой уксус соль поваренные специи кстати горчица путевая никаких гадостей нет ну без сахара горчицу уже будет невкусно 149 рублей 500 грамм горчицу взять можно это не рекомендуется вот эти вот пасту вот эту пасту мы периодически берем макароны твердых сортов группы а сделаны они у нас произведено кстати в швеции аленка у нас любит вот эти вот плосиков и у них цвет они не белые они вот как есть на пачке такие вот серовато-бежевые так фрикадельки мы смотрели куриные оладьи смотрю и котлеты пакетового куриные оладьи куриные филе майонез так это состав майонеза ароматизатор горчица масло подсолнечное лук крахмал крахмал зачем сюда майонез объясни пожалуйста что вкуснее когда с молоком все понимаю но майонез при температуре вызывает потом проблемы с онкологией страшно жить когда все знаешь котру котлеты по киевски жареные изделия из натурального мяса птицы 199 рублей за 2 котлеты 300 грамм куриное филе грудки хлеб измельченный пшеничный из муки стандартный обычный белый хлеб по мука пшеничная высшего сорта вода соль рафинирован дезодорированное масло дрожжи комплексная добавка улучшитель хлебопекарная мука соевая сол пшеничный сахарная пудра антиокислитель эмульгатор ферменты масло подсолнечное рафинированное для жарки во фритюре четыре вида антиокислители пеногаситель вода питьевая яичный меланж масло сливочное снова мука пшеничная высшего сорта соль углеводов 10 с половиной белков 14 8 234 калории на 100 грамм то есть в одной пачке получается 600 720 калорий двух котлетах да я понял и только поварская профессия способна убивать людей с одной котлеты вытащили гитару муж бойся я не защитную обувь с тобой грибу чесны давай сюда даже вот открывать не будем вот например багет чесночный я лучше посмотрю это чесночные болтчики поздравляю состава нет овощные фрикадельки килограммовая пачка 469 рублей ну вот зеленый горошек морковь красный болгарский перец кукуруза капуста белый горох лук растительное рапсовое масло гороковый крахмал так дрожжи коричневый сахар загуститель смущает только загуститель и е 461 и экстракт дрожжей ну по сравнению что я сейчас читала про котлеты это по-моему куда не шло да я не знаю трущу записать что-то непонятно овощные фрикадельки с гороховым белком вот здесь два эмульгатора которых не должно быть все остальное до гороховый белок вода рапсовое масло связывающая смесь первая пачка лучше даже дочитывать не буду потому что все остальное уже напихано то чего быть не должно замороженное картофельное пюре замороженное картофельное пюре картофель полужирное молоко с низким содержанием лактоза растительное подсолнечное масло топленое сливочное масло глюкозный сироп молочный белок соль агент антислеживающий белый молотый перец не знаю ну так то нет антислеживатель но да потому что здесь она слипнется овощные биточки 249 рублей 400 грамм изготовлено штамп смотрите на упаковке нету картофель брокколи обезжиренное молоко вода кокосовое масло плавленый сыр и менталь более-менее нормальным составом загустители конечно и есть эмульгаторы ну так на четверку как бы есть точек без чего можно обойтись так пойдем сюда ну пивас я забивался я ручаюсь он он нормально но последний раз пил я наверно на новый год его особенно я за темный пиво поручаюсь на светлый может они что-то заменили но вода солод ячменный хмель хмель и продукта вообще ничего криминального нет под темник или прям годнота сидр грушевый четыре с половиной оборота вода подготовлен сброженный яблочный сок сконцентрированного сока сброженный грушевый сок сахар ароматизатор натуральной грушевой регулятор числотности консервант персурфат калия и консервант диоксид серы во вкус вилле за 279 рублей по 075 сидр лучшим составом напоминаем в черной банке алкогольный сидр светлый без алкогольный так масло 180 грамм не перепутать позору пастеризованные сливки а где масло делается виллоколуски молочный комбинат виллу великие луки ну с этим мы знакомы его продают в принципе и в других магазинах полутвердый сыр 300 грамм 300 рублей 1000 рублей килограмм получается торговая марка к бош так где к бош то сделал великолупский молочный комбинат так твоя любимая свиная рулька 350 рублев 500 грамм галяшка свиная регулятор числотности лактат натрия в качестве размягчителя соль специи все можно мне нужно понял так у нас с тобой еще осталось немножко конфеток дайм который очень любит покупать детям вот кстати ты спрашивал к чему приводит эти перекосы к питанию да у нас малой рано довольно-таки до трех лет кормила грудью и бабушки лет с двух начали подкармливать киндерами прочее дребедению в итоге у нас атопический дерматит был с рождения к трём годам у нас расцвел и мы очень долго сидели на гормонах то есть все эти вещи накапливаются тоже пальмовое масло например с кишечника быстро долго выводится и так сахар масло растительные пальмы масло какао какао тертая сухая сывороточная молочная смесь молоко обезжиренное миндаль жир молочный сыворотка молочный молоко обезжиренный сахар эмульгаторы ароматизаторы какао не более 20 процентов уже дима даже это дима теперь если больше пяти строчек то не надо набор шоколадных конфет 349 рублей 240 грамм темный шоколад состоит из сахара какао масло какао масса масло какао молочный жир эмульгатор подсолнечный лицетин натуральный ароматизатор ванилин кусочки мятной карамели сахар подка подсолнечное масло натуральный ароматизатор так углеводов 55 жиров 30 ну серединка наполовинку не идеально редко можно по лось 299 рублей лось из молочного шоколада сахар какао масло какао масса цельное сухое молоко сухое обезжиренное молоко лактоза сливочное масло эмульгатор натуральный ароматизатор в шоколадном массе остаток какао не менее 30 процентов красивый лось так а эти же этому уже показывались осталось две шоколадки такая большая шоколадка 299 рублей 250 грамм так с хрустящими кусочками миндаля сахар масло какао какао тертые масло растительное пальмовое сыворотка сухая молочная жир молочный сыворока молочная модифицированные миндаль дробленый вообще не стоит еще куча всего чудим не вкусно до 249 рублей 250 грамм сахар масло какао какао тертые сыворотка сухая молочная молоко сухо обезжиренное жир молочный все то же самое здесь состав чуть-чуть получше но тоже не рекомендую дальше по 199 рублей два вот таких вида конфеток раньше мы по ним угорали сахар масло какао какао тертые сыворотка сухая молочная молоко сухое обезжиренное жир молочный сыворотка молочная модифицированная лицетин и ароматизатор это вот в таком теперь вот в таком сахар масло какао какао тертая сыворотка сухая молочная молоко сухое обезжиренное масло растительное пальмовое вот это хуже если выбирать из двух зол лучше вот такую золу так две базовых и киевских шоколадки одна сейчас по фэмли 79 рублей другая по желтому низкому ценнику вот они обе поддержку пропустим такси и читает сахар масло какао молоко сухое цельное дальше какао тертые сухая молочная сыворотка лактоза молочный жир сухое обезжиренное молоко эмульгатор натуральный ароматизатор ваниль на троечку поменять сахар масло какао будь то куда еще не шло дальше зеленый сахар какао масло сейчас друг другу при все дробленные лесные орехи молоко сухое цельное какао тертые сухая молочная сыворотка лактоза молочный жир тоже сама яблочный пирог замороженный нарезанные яблоки мука пшеничная белая сахар свекольный белый маргарин яичный меланж миндаль пюре декстрозы не стоит но вот эти тортики кстати не только в океи продаются они без глютена глютен фри даем но я заметила ваша не и ваша не еще в каком-то магазине я видела миндальный тортик 449 рублей 400 грамм яичные белки сахар сливки 20-процентные желтки яичный жир растительной пальмовой ши миндаль тертый пахта так ядра подсолнечника абрикос антислеживающий агент сахарный сироп коричневый сахар соль поваренная 499 рублей 400 грамм так сахар белки яичные сливки желтки яичные жир растительной пальмовой ши миндаль пахта масло растительное рапсовое ядра подсолнечника какао масло ядра абрикосовых косточек дальше сухая молочная сыворотка какао тертый какао обезжиренное молоко жир молочный сгущенное молоко с сахаром обезжиренный сахарный сироп рафинированный соевый так эмулигатор соевый лецитин это нормально ароматизатор ванилин чуть не уже язык перестал болтать и подводите только не мог не другой ни один не рекомендуешь тортик проходит тортики это нет так здесь у нас орехи душ в орехах ничего не должно быть то и орехи проходит тут же не должно ничего ну максимум консервантик будет консервантик сахарок кешью миндаль эти конфетки мы сказали про мармелад жили сказали 129 рублей 170 грамм пшеничная мука высшего сорта сахар маргарин несколько видов пальмового масла нет прям расти жопа одномоментно пшеничная мука сахар пальмовый жир если там раскладка есть здесь раскладки нет вода инверторный сахарный сироп дальше соль разрыхлитель вот знаешь вот честно если бы хотя бы вместо пальмового жира добавили обычное например на кокосовое масло был меньше вреда было под это зрели и более-менее вредный оба с малиновым наполнителем из шоколада твои раньше любимые печеньки были мука пшеничная высшего сорта сахар растительный жир два вида пап пальмовое кокосовое масло вода глюкозный сироп влагоудерживающий агент пшеничный крах мало молоко сухой обезжиренный глюкозно-фруктозный сироп разрыхлители концентрированный малиновый сок антислеживающий агент стабилизатор эмульгатор концентрированный сок голубики сок бузины три регулятора числотности вместо одного натуральный ароматизатор ванилин шоколадная мука пшеничная с хлебопекарной высшего сорта сахар растительный жир то же самое пальмовое кокосовое масло вода какао порошок с пониженным содержанием жира сухая молочная сыворотка глюкозно-фруктозный сироп сразу скажу если выбирать из двух зол лучше взять вот эту где просто глюкозный глюкозно-фруктозный уже повторюсь сразу напрямую в жиры уходят три вида разрыхлителя обезжиренное молоко эмульгатор лицетин подсолнечник натуральный ароматизатор пшеничный крахмал шоколадным более-менее дисглюкозно-фруктозный сироп его бы не было но было бы лучше чем малиновые но в итоге тоже не рекомендую ну да имбирная 600 грамм 400 рублей пшеничная мука сахар короче то же самое что вот те печеньки первые ну там два вида еще остались более-менее вот это всем это шоколадное овсяное печенье в шоколаде просто за счет того что здесь нет маргарина и все и вот еще иди сюда овсяные печенье замороженные овсяные пирожные с отделкой с кокосовой стружки овсяные хлопья сахар маргарин вода эмульгаторы ароматизаторы нет чуть-чуть можно что-то в кей взять кофе можно взять рыбку можно взять фрикадельки можно взять сырники вот повар ты же сырники миллион раз готовил так ты думаешь может быть такой состав у сырников молокосодержащий продукт заменителем молочного жира даже дальше считать него в принципе все продукты состав я вам рассказала в итоге что то можно брать покупать можно только пакет нет тут делаешь давать так не смотрит каждый решается оценили что тут хороший колька класса рушу на рыба морсы хорошие варенье можно брать шоколадки некоторые классные фрикадельки мясные крикадельки овощные рулька сыр масло пиво сидр более-менее но по сладостям решать вам помимо сахара напихано все чуть не попадя вот честно варенье тоже мы варенье клубничное и брусничное можно брать в принципе все поэтому рассказывайте что берете за мной на свой страх каждый решает сам потому что вот я ответила уже на вопрос почему например до конца не могу прийти в форму вот они огрехи питания там печенька здесь вкусняшка результат как говорится не только на лице но и на жопке поэтому друзья давайте включать голову думать и кстати у нас есть такой маленький спаситель cyberin wellness это называется природный нулиновый концентрат если вы очень захотели согрешить съели маленький кусочек торта или какую-то пироженку вот он съешьте потом чайную ложку его он по крайней мере не даст быстрому бешеному скачку глюкозы и в жиры сразу все это не уйдет ссылка на продукт в описании все мы пошли я устала и без ног пока